Ну что ж, друзья, возвращаемся в игру. Это комплексы Luminosity Gaming последней Best of 1 серии на сегодняшний игровой день. Комплексы действительно будут начинать за защиту на карте DDoS 2, а Luminosity будут атаковать, и уже интересная стратегия только что была в исполнении американского слэш-канадского состава. Они пропушили в пятером мид, ну и потом сделали ротацию на шорт и держатся вместе. Что даже очень забавно смотрится. Для меня так точно. Но тут как-то вообще, вообще пока не угадывают комплексы. Реально мечется по карте из места в место, ищут своего оппонента. А в итоге-то Ларшечка просто открывался, это Б-точка. И стоит уже хоть кого-то опорником сюда кинуть в срочном порядке. А то можно так и воткнуться. Воткнуться в неприятности, что зам тоже получают по голове. А тут ротация еще и под мид. В итоге сплит будет на Б-Ейстер. На КТ в андроид там в окне забирает стила. Минус от Нейкса по Ею. Далее андроид пикает с двери. Нейкса, далее открывается еще и под Лукаса. Да что, такой этот андроид. Это машина для убийств какая-то. Я не знаю. Просто выносит. Выносит все, что движется. Красиво играет. Ну и Хэни вместе с Йелом. Остается вдвоем. И вот он. И вот он. Хэни доел. Слушайте. Ну. Непонятно. Пока пачка ставится. Ел забирает дефа. Далее. Хэни меселом. Вроде как должны играть на размен. Ох и не забирать Шазам. Астанислав вместе с андроидом. Слушай, не, ну андроид вообще. Андроид такой красавчик. Красавчик это просто сколько же импакта он наносит. Сколько же вещей он красивых оформляет. У меня даже вопросов к нему нет теперь. И 1.0. Комплекс. Молодцы. Молодцы. Закрыли пистолетку. Деф. 30% здоровья. Лукас. Получает в принципе дэмэдж. Ответный Хэни. Причем. Очень забавная такая история. Шазам. Как правило. Перестелки на миде не управляет. Приходил особо раньше. А сейчас вот решил простреляться принципиально с соперником. Получилось. Получилось. Такой себе. Такой себе. И в принципе теперь. Минута. Ребята снова расходятся по разным сторонам. Баррикад. Есть кто-то на ланге. Есть кто-то. Под б точкой. В принципе. Вот это пушбоплент был. Да-да-да-да-да-да. Расскажите. Расскажите. Андроид вообще машина, которая на многих картах комплексти выигрывает. В соло в буквальном смысле. Да, бывает момент, когда его клинит. Но зачастую очень хороший. Хороший товарищ. Творит чудеса. Комплексти именно такие игроки и нужны по большому счету. Шазам. Если опять же таки все хорошо попадает, летит. Очень жесткий. Ейстер. Индивидуально может вообще моральку в команде поднимать. Да и в целом отыгрывать местами. Очень даже продуктивно. Нестандартное решение, по-моему, его ключевая фишка. Дев. Стабильность тоже не отличается. Хотя, на самом деле, потенциал у игрока очень большой. Бывает. Нередко, когда на нюке он реально коррит в соло. А команда ничего не может стримать делать. В любви, в итоге, сейвит калаши. Хэнни достил. Лука с деглом без армора. Ну, вообще, как бы... Такое себе. Такие себе перспективы. Непонятно, почему Лука сейвил. Сейвил дегл без армора. То есть, серьезно. Ну да ладно. Бразильцы, конечно, удивляют. Не впервой. Хэнни ел вдвоем. Прилетает на загранты на мид. Минута тридцать. Ел. Стил. На пароче. Будут входить, скорее всего, сейчас на сайт уже в ближайшем будущем. И попытка от Шазама условного. Да, здесь со скаутом сработать. Лукас. На миду. Сил. Шазам получает очень много деможа по себе. В принципе, пытается отработать далее по стилу. Сел он, конечно, контакты такие себе. Но Станисон забирает ела. Минус от него еще и по нексу. Далее хэнни деффразмены. И хэнни умирает от ейстра. Это три-ноль, господа. Три-ноль. И пока комплекте никоим образом не страдает в этом вопросе. Точно можно сказать, что только набирает обороты. А вот бразильцам нужно будет что-то изменить в себе в ближайшем будущем. Уже ко второй закупке желательно что-нибудь да подобрать. Дефф забирает Нейкса. Лука забирает Шазама. 4 в 4. На миду там контакт произошел. Большой пистолет. Ну и ребята, в принципе, сохраняет паритет по игрокам. Это приятно. Ну вот равенство нарушается дефом. Говорит, не согласен. Станислав тоже не прощает Стила на шарте. Ну и в общем тут пока все под одну гребенку, так сказать. Под один угол улетит. В тем временем деф-лукас. Еще по одному размену. Ну и андроид заканчивает этот раунд минусом по луксу. 4-0 пауза. Перестанавливает этот матч-ап. Что самое-то интересно, параллельно и на этом, и на основной трансляции. Счет примерно одинаковый. Паузы примерно одинаково ставятся. И там работает Евгений Слипсанвайл. Правда, не мой клон. С ним будет чуть-чуть повеселее в столь поздний час. Но зато... Зато у нас матч-ап. Матч-ап, по идее, должен быть веселее. Но по факту пока что-то все однокалиточно. Иллюминосити. Кстати говоря, про ллюминосити стоит поговорить. У них в группе место, по-моему, одно из самых последних. Что как бы заставляет задуматься. Да, занимают они 11-й спот. 16 матчей, 12 поинтов. Даже в комплекте чуть-чуть побольше. И вот сейчас принципиальная такая встреча. Если комплексить их обыграет сегодня 2-0, то... Выйдут из зоны риска. Хотя бы. А там уже и попроще-то будет. Просто играть в стыковочный матч на 10-11 слоте. Это не очень приятно. А Энви так вообще, скорее всего, останутся... Ни с чем. В буквальном смысле. Их, возможно, даже опустят в МДЛ-лигу. Ну, а пока прыжки под РБ-точкой. Высадка и не по андроиду. Приятный старт в очередной раз. Ребята доказывают, что... Работа-то продолжается. В действительности и... Лукас получает хаешка. Тут немножечко напрягается. В боксе ей сидит. Если что. Ну и, в принципе, 50 секунд времени. Можно делать все, что угодно. Тут... Даже спорить никто не будет. С этим... Молик прилетает в коробку. Ел. Почекал лево, почекал право. И в целом... Изморачивается на этот счет. Да-то пушит распаун. Пушит пальму. От него поел. Далее Станислав забирает на экзистила. Вот это, конечно, холодная такая вот приемочка от Станислава. Дала. Дала плоды. Так точно. Станислав на двери. Еще ей продолжает пушить спину. Я говорил, что этот парень славится неординарными решениями. И, в общем-то, забирает хейни. В том числе и лук спадает. И вот 0 комплексти пока не оставляет шансов. Люминосити, у которых... Я не знаю, что происходит внутри команды иной раз. То ли инфа не поступает. То ли слишком рассредоточены в целом. Он, наверное, не реагирует на то, что делают их оппоненты. А вот насчет 2.0 колы... Подождите, подождите. И пока ставки не принимаются на 2.0, не торопитесь события. Лишь только минус от Ейстра по хейни. И очередная закупка для атакующей стороны. Луксы и компании. Тут, конечно... Ситуация непростая. И минута 20. Развитие событий пока приостановлено. Это точно. Шазамом СВП тут особо... Не разойдешься никак. Дейдев, в принципе. Если что, на шарте готов тут работать. А вы что, решили свои фанбеты в чате устроить? Я понял. Ух! Вот он. Ночной Counter-Strike. С ночевными приколами. Да и вообще, на самом деле... Пока люминосити все еще не проснулись. Непонятно почему. Непонятно почему. 35 секунд времени. Лукас. Крадется через Т-шечку с бомбой вместе. Сплит-атак на Б, по всей видимости. И выход вот уже в ближайшем будущем. Правда, деф-андроид это дело наказывают. Там есть размены. И ел, просочился на плэ. Ой, какая голова-то сочная. Точно ел, думаю, что это звери, а на самом деле с окна подлетело. Шальная пуля. Последний стил. В Т-шке. Ждет агрессии с ловера оттану. Но... Ловер, к сожалению, никем не занимается здесь. Так что ничего удивительного. По-прежнему нет структуры. Нет подхода. В люминозите. ЛГ почему-то все еще не могут себя противопоставить оппоненту. Бывают, конечно, разные ситуации. Разные моменты. Но из-за этого... Но из-за этого... Не так уж и много. Перспектив на будущее. Выход на Б-точку. Через смок. Контакт. Выход от андроида. Контролится с иксбоксом. Минус от поелу. Есть размин от Некиса. Далее проход на точку. Все еще не до конца оформлен. Но есть попытка занятия сайд. Да. Минус от дефа по Хэйни. Минус от дефа по Некису. Стил. Один с двайсом против дефа. Забытил. Раз. Минус от есть тара два. И по-моему деф под флэш замечает стила. Дает ему в затыльник. И так и оформляет свой минус ВВП. 7-0. Снова пауза. Расстанавливает этот матчап. Тактическое ЛГ. Вообще ничего не получается. Причем вот самое то, что символично и у нас, и на параллельной трансляции. Играют бразильцы. Ну, против ГОСТ это НТЗ. В нашем случае это Люминосити против Комплексти. И обе бразильские команды летят в салат просто. И там 0 в НТЗ. И у нас 0 в Люминосити. Красиво. Красиво. Давно я такого не видел на самом деле. Очень давно. Ну, да ладно. Дабыла пасть табли защиты. Экономика пошла в гору. Ну, хэнис компанией. Экономика должна идти в гору, но минуса пока не крутают. И вот таким образом Некис играет на Лангу. Просто в блайде. В Соляново выходил и его наказали за это дело. Дев тут с опорником Бэплент играет. Причем позиция для него очень важная. Не хотелось бы просто так отдавать эту точку. Что получится. Сейчас, в принципе, и узнаем. Хэни подловил деф таки за иксом. Дважды такое не сработает. И вот теперь колом придется делать ритейг Бэплента. Кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать. Дело в дверях. Размениваем это андроид с Таниславом. Стоит человек это окно. У нас Шазам! С ВПМ. Андроид опирается к воротам. Стил сжигает андроида. По итогу. Еще один молек на танцпол. Минуса залетает от стила и лукса. Правда, ей сжигает стила под конец. С почином. С раундом престижа. Люминосити гейминг. Практически ЛГ в очередной раз. Сколько пауз у них еще есть. По-моему, они не бесконечные. Но это так. Реально, матч приостанавливается. Матч приостанавливается. А ведь в параллельной этой встрече паузы НТЗ брали в последний раз при счете. 4-0. А у нас уже потрачено 3, по-моему. Да, 3 паузы потратили ЛГ. Это будет смешно, если реально у них они закончатся, а им будет необходимо пообщаться. Есть пробитие от Хэнни. Дефа уже на опорнике. Б-планта не будет. Неприятно. С другой стороны, Ел тут на лонге. О, опять в смок летят. И этого не ожидал. Походу, начинают просыпаться. Люминосити серьезно. Разогревается сейчас. Хотя Ел падает с Шазамом. И далее, это касательно. Станислава по Нексу. Флэш еще одна на лонг. В итоге, Стил не справляется с Шазамом. И Станислава, Станислава вообще по тиммейт стреляет. И как они таки отлавливают Шазама здесь. Работа продолжается. Андроид забирает Лукса. И Станислав готов. А отстреливать Хэнни, 7-1 превращается в 8-1. А что там в Витере посмотреть? Я может чего не увидел? Ну, вроде как все в фолте. Чек не твиттер. В смысле? Так, а что? А что чекнуть-то? Скажите, я что-то не понимаю. Может, я что-то в ленте реально не вижу? А так, восьмерка уже за комплексный сновой резид экономики у бразильцев. Прикольная история. Минус от Шазам. Основанно Меду. Автодиректор спит. Не спи, пожалуйста. Станислав забирает Стил отдали. И отходит назад. Байтит на себя. Много урона. Забирает и третьего в довесок на шарте. И последний остается Хэй. И не который... Который не смог, к сожалению, против девайсов. Ничего поделать здесь. Работа действительно мощная, мощная от ребят. Прям вот раздают как надо. Ну и Хэй не закрывает андроида. Здесь забирает Сила в размене. Все это на лангу происходит. Четыре в четыре. Пока непонятно. Будет обстоять. Хэй не чекает выступ на лангу. Причем в комплекте на самом деле подзабили направление. Они, да, занимают шорт, казалось бы. Ну вот. В остальном. Отдают машину, отдают позицию. Под ямой. Там запускают под смаках Эни. Сюда. Счет одинаковый, говорите? Реально счет одинаковый? А ну... Красиво. Красиво вижу. Вижу совпадение. Не думаю. Совпадение не думаю. Тридцать секунд времени. Четыре в четыре. Лжи все еще не реализовали выход. Все еще не решились на что-то стоящее. А пора бы уже все-таки 15 секунд времени тут. Остается уже вдвоем с Луксом вместе на пару. Два товарища старых добрых. Они с Уфовит Хейни, спрыгивают не из Лукаса, дает бомба, дает раунд и 10-1 счет. В комплекте пока что справляется. Два товарища в защите от комплексти. Три кольта. Пистолеты без арморов у большинства алюминосити. То есть, 50-й, Дигра у Лукса. Стил. Вроде как тут. Пытается работать. Шазам, а тем временем залетает по стилу. Ну и ребята пытаются жить. Пытается действительно сделать два минса, а не салфел. Нейки спадает. Нейки спадает. Нейки спадает еще и Лукса. Ну и последних Хейни под ящиком. Шарте умирает. А давай 11-й раунд уже. Салфел. Забавненько. Забавненько. Не, ну игра идет очень сурово. Укровенно говоря. Слушайте, меня этот счет реально преследует. Подождите, пауза поставлена? Хорошо. Лжи берут уже свою, наверное, последнюю паузу. Четыре штуки было использовано. Как же жестко они летят. Ну и все. Видимо, запас по раундам ребят может очень быстро закончиться. Ну пока что. Теперь нужно будет без пауз как-то сражаться. Я понимаю, что в онлайне куча всяких возможностей. Там под технической паузой сделать себе тактическую. Но все равно это не так уж, что и много. по количеству. Минусы отъела по естеру. Опан таки удалось сделать на ланге. Попали товарищи. Придется еще сколько-то подождать. Не, походу все. Походу вторые раунды подъехали для бразильских коллективов. Видимо, подход все-таки решает. Решает тут минус адеф на самом деле. По стилу, если еще и выживет из этого положения, то мог бы и спасти действительно свою команду. Но пока вырыв от андроида. Забирают также лукса. Шазам молек откидывает на шорт. По таймингу щелкнет в кт и его спалят. И на этом будет все. Да, походу уже знает о том, что есть шазам на кт. Бомба на дефолтик. На дефолтик. И андроид шазамом на ретейке. Ситуация. Некис. Играют андроида. Ну и шазам может, в принципе, уходить на сейв. Один в три тут без шансов. Шазама по некису. И минус от хэни по шазаму. Одиннадцать-два. Трена сторона позади, до конца первой половины остается еще два очка. Два варианта. Два варианта. Два стула. На одном камбэк за счет 11-4, на другом поражение первой половины с разгромным счетом. по идее очень затяжные раунды от бразильцев. С одной стороны, на даст втором это можно реализовывать, если вы, конечно, грамотно выйдете на разменах, сможете занять адекватные позиции и удержать бомбу для вас не составит труда. Но, как бы, непонятно. Непонятно, что по стрельбе у Люминосити сегодня, пока лишь только хэнь за десятку зашел, остальные остальные, конечно, не торопятся. минусы от андроида по Елу, минус от стила по андроиду, соответственно. Минус от Дефу Нейкса, Лука забирает Шазам, Станислав забирает Лукса Хэйни, забирает Дефу Ей, забирает Хэйни. И минус от Ея по стилу 12-2. Честно, честно, не знаю, что и сказать-то толком. Пистолет с арморами, это, конечно, весело, конечно, задорно, на счет для Леминости совсем печальный. Ей, забирает Лукса, Неки сделает у нас по Ей Шазаму. Приятное такое вот разменное ощущение. Можно, кстати говоря, неплохо зайти на третий раунд. В принципе. Неста андроида по Еллу. Некис закрывает Станислава. И минус от Некиса по андроиду 12-3. Хорошая первая половина. Хорошая половина. По идее. Ну, соответственно, для Леминости все очень будет грустно, если они не забирают вторую пистолетку, не разберутся с первым баем, со второй закупкой. Да и вообще, камбэк очень тяжело делать с такого счета против колов. А прикиньте, если они сейчас и пистолетку заберут, то как бы все. 15-3 считайте. Давай, до свидания. Зато вот параллельная встреча несколько веселее. Несколько веселее выглядит, да, там Z вроде как до четырех раундов добрались каким-то чудом. У нас здесь на раунд поменьше. Ничего страшного. В итоге два лонг в исполнении LG. Один в меду это Лукс на КТ Ел. но и стил с дефузами в окне. Стил ждет B-Plan как можно заметить. Время-то уходит. Действительно уходит, действий пока не предпринимается. И смотрите, Хэннинеки, с 4 минуса прям вот с легкого такого движения руки на лонгу. И в общем-то 4 раунда уже есть. 8 преимуществ за колами. Но это все конечно же очень далеко от правды. И люмикам надо реально брать большую порцию раундов. А комплекс не надо большую порцию раундов отдавать. Вот что самое главное. А что вообще с глоками то будут делать в комплексе? Смока нет. Ждут агрессии с верхней Т-шки. Стил только не на правой Стил. Во, во. Налево вниз. Во, пойдет. Уходи. У-ха-ди. А вы только представьте, сейчас реально люминосити пойдут по инфе от Стиламу никого нет. В Т-шке они уйдут. На план какая рука лицо. Ёлки-плоги. Вы просто на это посмотрите. Если бы комплексе знали что на Б-сайде никого. Что же вы делаете-то комплексе и вас же сейчас здесь сожрут на миде. Хэйни врывается на андроида стреляется со вторым. Но тут Шазам вместе с тиммейтом вроде как его перестреливают. Деф Шазам вдвоем против четверых. Лукас ловит Дефа. И Шазам в нижней Т-шке последний. умирает от некси. 5-12. Неплохо работает эта схема. Шазам вместе с бригадой покупает первую закупку. И в идее в идее в комплексе сейчас должны расправляться. Шазам забирает Хэйни. Упен уже из-за команды атаки. Не то чтобы я болею за ковов. На самом деле я очень хочу поддержать деминосити. Если они сейчас первую закупку проиграют этому очень тяжело будет это противопоставить. Хороший картофан. Правда вылетает он немножко далековато. И есть у нас от лукса у ЕХ 2. Очень много пытаются наношить у нас комплекс самока сейчас. Деф видимо с идёт попытки пропикать яму Елова забирает сразу же за дело. Ну и соответственно 3 в 3. Ой какая интересная позиция у Станисова он спалился за счёт чего проигрывает перестрелок теперь уже Еллу. Некис забирает андроида. Минус от Шазама по Некису. И в принципе Шазам забирает ещё Еллу ответ. Шазам с квадрокиллом уже может выйти на Ace Бомба практически под его контролем очень важно чтобы стил не вылезал при фаером что нет только не это Шазам делает и вытаскивает первую закупку для команды комплексити что же такое шазам пух и не хороший старт снова на кислую андроида 4 в 4 там миду кстати говоря неплохо могут комплекте поджать если на что short свободен и хотелось бы понять чего ждут этого раунда комплекте возможно даже сплит на b пока оттяр очка лукса слонга пытается как-то шок периодически прочекивать да и в общем-то дело удалось забрать дэв к примеру низом спиной упрыгивает от некиса хорошая такая тимплей на работа для команды lg на миде они отработали сейчас на 100 баллов лучше зам снова не прочекал ящички и стил его за дело наказал ей 1 в 3 не знает что тут стил упор есть и промахивается свп зачем был убрать то снайперский девайс же был риск в любом случае я тяжко от ей страм 12 для него очень и очень сильно сейчас лимоности прокинули вопрос касательно крепления точки ошиблись отчасти не угадали я бы даже так сказал некоторым управления атаки но есть забирает лукса еще и наела какая боль какая боль есть or забирает плач 1 в 2 слушать после такого реально можно в тип свалиться ведь это между прочим чревато тем временем эти за там начинают устраивать качели а вот вам поворот поворот на не забирает только станистова это сказать некис на это хэнни но это казалось как раз таким скаут на руках и фурт байт рассчитана то чтобы не дать 15 комплексе но дэв забирает хэнни вот что самое главное и далее далее дэв открывать нашу тут два соперника как такая какая просто раздача дэмоджа падает лукас не фармится понемногу минус от стила по шазаму вроде как полегче чуть-чуть минус от есть рапостил уже 32 столица роман для ела и накис с фармаганом здесь сами прекрасно все видите четко совсем грустно так спойлериста надо бы считать наказать и дэв вместе с компанией могут сейчас забрать 15 установки бомбы врывается в окно по твоей шнеке срывается также ел и это отдача еще одного раунда оппонента что же комплексти нацелены на то чтобы разгромить соперника на даст втором хорошая такая цель я бы сказал благородная цель но узнаем что из этого выйдет совсем скоро и лукас лукас на месте чекает в принципе позиции лонг учитывая что это map point для команды комплексе этого ребята должны я бы как-то как там воздействовать соперника вдруг прокатит ну а пока я вижу что лукса не был с армором медузы гуляли у нас некоторые товарищи здесь х и не поймал там х и не получается тайминг в минус анекис ловит дефа на меду лукас продал тиммейта но снова размена очень хорошие для комплексти как ни крути до были попытки сделать минуса так что с камерой тихо а что камера как-то клипал на интересно заход через шорт и ним искал там вместе съелом 2 в 3 нужно проводить очень серьезно такую корректировку по раунду там совсем-совсем серьезно и попадание по станислава есть минус от андроида по елу их и не последний слонгам хэнни не справляется моментом 16 5 победы командной комплексе на первой карте дорогие друзья напоминаю что это и сл про лиг восьмого сезона сиро-американского региона и для вас дело освещает студия рухаб что с вами до последнего сегодня среднего звонка я бы так же так сказал и следующей картой противостояние комплексе люминосити будет до кэш который начнет совсем скоро а пока можете заходить на основной стрим там и ntz сражаться с гастами на инферно работают для вас и гений слип сам вайл и соответственно я с вами на немножечко попрощаюсь небольшая музыкальная пауза после которой вернемся совсем скоро так что далеко не расходимся и не переключаемся гейм рекорд инстриуме на компромисе и минтелкор ай-7 Продолжение следует...